МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 30 октября, родились Николай Ядринзов, сибирский публицист и следователь Алтая, маршал Советского Союза Дмитрий Устинов. В этот день, 30 октября 1653 года, царь Алексей Михайлович отменил в России смертную казнь. До того в судебной практике она существовала около 100 лет. 30 октября 1967 года в космосе впервые была произведена стыковка двух аппаратов с людьми на борту, которые так назывались «космос». 30 октября 1961 года прогремел самый сильный рукотворный взрыв в истории. Его причиной стала 58-мегатонная термоядерная «Царь-бомба». Как говорят, в 61-м году на Крайнем Севере переключился невиданный падеж оленей. А предшествовало этому необычное явление в воздухе над островами Новая Земля. Гигантский яркий шар вспыхнул и погас, и раздался страшный гул на многие сотни километров. Местные немецкие старики-оленеводы тут же заявили, что рев издавал местный злой дух Омель, пытающийся освободиться из подземного кувшина. Дело тут, конечно, ни в каком не взлом духе. Суеверие тут вообще ни при чем. 30 октября 1961 года над ядерным полигоном «Сухой нос» была испытана сверхмощная бомба, которая породила и самый сильный рукотворный взрыв в истории. Еще утром с аэродрома на Кольском полуострове стартовал гигантский стратегический бомбардировщик Ту-95В. Вид его был немного странен. Внизу корпуса свисала упитанная брюшка. Это была бомба. Изделие В, РДС-202, РН-202, изделие 602, Иван, или даже Царь-бомба, и Кузькина мать. Вот столько имен было у этого пугающего оружия. В длину бомба достигала 8 метров, так что она даже не влезла целиком в самый большой советский бомбардировщик. Тот пришлось модернизировать. Как вспоминал один из ее создателей, Виктор Адамский, внутри бомбы сидел по грудь рабочий и что-то припаивал. У меня возникло невольное сравнение с летчиком-выстребителем. Так непривычно велика была бомба. Размеры ее поражали и воображение конструкторов. А еще больше впечатлил сам взрыв. Вместо расчетных 51 мегатонны он оказался около 58 мегатонн, то есть даже больше. Вызванная им сейсмическая волна обогнула Землю три раза. Несмотря на сплошную облачность, вспышку увидели даже в тысячи километрах. И даже на далеком Диксоне Блистаймыра выбилось стекла. Очевидцы вспоминали, поверхность острова так оплавила, вымела и вылизала, что не поверхность стала каток. Неровностей и в помине нет. Те, кто в тот момент находились в бункерах на самой Новой Земле, услышали страшный ракочущий звук. Как говорят, даже самые ярые атеисты-коммунисты запричитали. Господи, пронеси и спаси. Самолет, что сбрасывал бомбу, ушел почти на 40 километров, когда его догнала взрывная волна. Немного потрясло, а уже на Земле обнаружились куски сгоревшей краски на фюзеляже и оплавленные детали. Еще немного, и экипаж мог бы погибнуть. Для чего же испытывали это страшное взрывное устройство? Конечно, не для научных экспериментов. Нельзя даже сказать, что в чисто военных целях. Ведь даже доставить водородную бомбу массой более 26 тонн до какой-либо цели было делом крайне сложным. Больше всего это похоже на оружие психологическое. Нужно было показать самому главному противнику по холодной войне США какие бомбы есть в советском арсенале. Ну или, как сказал сам Хрущев, на заседании ООН показать Кузькину мать. К слову, потом так и прозвали эту бомбу на Западе. Поэтому ни из изготовления бомбы, ни из самого взрыва никто секрета не делал. Наоборот, с лета 61-го года генсек Хрущев постоянно анонсировал подготовку нового оружия. Делал это даже со страниц Нью-Йорк Таймс. Причем сначала даже пообещал бомбу в 100 мегатонн. Но потом советские физики посчитали и выяснили, что взорвать такую в СССР просто немцы. Где бы такая не пришла в действие, кого-нибудь да убьет. Какой-нибудь город или поселок да уничтожит. Пришло с ограниченцем мощностью в два раза меньше. В каком-то смысле вся история поделилась на время до и после взрыва на Новой Земле. С одной стороны, почти все мировые правительства были страшно напуганы советской водородной бомбой. Перед человечеством замаячила перспектива войн с невиданными разрушениями. С другой стороны, именно этот страх и гарантировал мир на несколько десятилетий. А уже в 1963 году в Москве был подписан договор о запрете ядерных испытаний в трех средах.